Для перехода на взаиморасчеты в национальных валютах странами-участницами Содружества независимых государств предпринимается энергичное усилие. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на проходящем 14 октября в Истане саммите Содружества. Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2021 году вырос на 12% и достиг почти 3 миллиардов долларов. Официальный Баку продолжает работу по наращиванию взаимной торговли и с другими странами СНГ. Вы будете в собственной национальной валюте, а не в доллар и не в евро, вам ни доллар и ни евро для этого не нужны. То есть вы обмениваете с другими странами вашей национальной валютой, формируются клиринговые сделки, своповые сделки. Ну и соответственно те люди, которые в вашей стране покупают иностранные товары, расплачиваются национальными валютами в тех странах, где они это все приобретают. Это плюс. К минусам торговли в национальной валюте относится необходимость проведения более сложных и таких тяжеловесных расчетов между странами. Ну понятно, что в долларах там торговать проще. Вот, национальный валют это сложнее. В последние годы до недолларовых расчетов в международной торговле постоянно увеличивается использование национальной валюты, как отмечает эксперт, довольно выгодный вариант как для стран-экспортеров, так и импортеров. Если говорить о, скажем так, прямых выгодах для стран в части экономических именно деталей сделок, то в данном случае импортер в меньшей степени зависит от национальной валюты, а экспортер зависит больше. Соответственно, выгода у импортера она немножко выше, то есть преимущество таких операций чуть-чуть выше.